привет парни привет девчата с вами вновь виталий я приветствую новых подписчиков которые взяли на себя такую смелость подписаться на мой канал спасибо вам за ваши просмотры за ваши лайки сегодня мне хотелось продолжить тему о плоской земле какие нужны практические навыки чтобы попасть на плоскую землю на которой как я утверждал в первом видео живут богатые успешные преуспевающие люди и мы и я в том числе соответственно хотим попасть на эту плоскую землю и так поехали мы хотим попасть туда туда где богатство предстание успех благополучие богатом радость так далее как нам это сделать практически обнаружилось что эта задача не такая простая и нам необходимо совершить совершенно определенные действия выработать определенные навыки создать определенный характер себе без этого попасть эту в это положение плоская земля в эту ситуацию плоская земля в эту концепцию плоская земля где вы будете успешно богаты преуспевающие предстающие невозможно на плоскую землю имеется некий вход если имеется вход то этот вход соответственно стоит денег ресурсов каких-то для того чтобы попасть на плоскую землю необходимо заплатить и так сейчас мы разберем с вами эту стоимость входа на плоскую землю там где вы будете успешны процветающие богаты то есть наш герой некий человечек размечтался о том чтобы стать богатым успешным процветающим благополучным человеком и для этого ему необходимо попасть на плоскую землю и когда такой вопрос перед ним стоит он видит что необходимо преодолеть некоторые некоторые трудности трудности движения по некой лестнице оказалось вот я это только сейчас осознал ситуацию на шарообразной земле которые мы находимся которые ситуации большинство людей отучились разучились попросту говоря ходить ногами соответственно если не умеешь ходить ногами ты не можешь понимать состояние пространство и времени отношения у тебя нет в голове этого отношения я недавно буквально вчера в субботу была я пошел прогуляться поблизже лежащему лесу по горам походить и так по прогулочкам нелегкая иду спускаюсь обратно и встречаю людей которые идут также в гору для них это как бы прогулка такая нетривиальная неординарная прогулка они я их встречаю и они задаются задают мне вопрос вопрос следующего содержания а далеко ли нам еще идти мы прошли уже полпути они меня спрашивают и я такой задаюсь вопросом почему не спросили перед на начале пути там стоит табличка табличка что до некого там конечного пункта три километра понимаете три километра написано а люди от этой таблички до встречи со мной прошли ну буквально метров там 200 скажем так и они пройдя 200 метров уже как бы устали ногами ногами пройдя и уже они ко мне подходят и спрашивают а мы прошли полпути понимаете сознанию человека полностью отсутствует понимание что человек измеряет время с помощью пространства между ног вот это движение ногами движение ногами непосредственно движение ногами происходит измерение измерение времени сколько времени еду если люди привыкли ездить на колесе а колесо соответственно три километра для колеса это там пять минут до шесть минут для колеса и соответственно люди уже в сознании потеряли эту ориентир где они находятся день находится то есть вот это место входа входа на плоскую землю вы просто легко проскакиваете вы его проходите вы не замечаете эту возможность то есть первый навык которые мы в себе должны выработать и утвердить его своей жизни это увидеть возможность и воспользуются и воспользуются и самое главное не проскочить этот этот вопрос понимаете не проскочить то есть двигаться соразмерно соразмерно двигаться соответствии ваших шагов буквально ваших ног как они идут ноги думать принимать решение действовать соответствии с ритмом движения вашего понимать не надо торопиться на торопиться куда-то не отбежать куда-то понимаете то есть вот это вопрос очень важный возможность вот этого входа сюда имеется но вы ее проскакивать потому что вы просто ее не видите не видите вследствие того что в вашем сознании нету понимания такого времени пространство которое зависит от движения ваших ног то есть вы проскакиваете пробегаете проезжаете на колесе этот этот момент входа сюда вот сюда понимать проскакивать то есть нет поэтому чтобы эту возможность не пропустить нам необходимо навык ног для этого нам необходимо научиться ходить буквально то есть вы все заучились ходить соответственно ходить и понимать что ваше движение ваших ног дает вам непосредственно время время вы понимаете через движение ног сколько времени я затрачиваю для определения пространства то есть пространством между моих ног я двигаюсь я двигаюсь ногами в первую очередь вот тогда у вас начнет процесс этого мышления принятия решения действия как у богатого человека будет первое чтобы не пропускать возможностей необходимо соразмерить свое движение в пространстве со временем перемещения наших ног не торопиться то есть возможности есть входа делая соразмерные шаги говорят пошагово пошагово делайте действия пошагово 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 не торопитесь и вы попадете в эту возможность сможете воспользоваться но чтобы ей воспользоваться после того как вы обрели навык движение ногами созмеряясь свои пошаговые действия то есть во времени пространство. Следующий вопрос возникнет, когда мы подойдем к этой лестнице и поймем, что мы увидели наконец-то цель, мы увидели этот вход. Проблема ясности сознания, то есть сознание должно быть ясное, открытое сознание к вашей цели, понимаете, к цели, к цели нашей войти сюда, войти на плоскую землю, где мы будем успешны, предстоящие богаты, предприимчивы и тому подобное, творческий подход будем находить креативный, мы будем конкурировать с теми, кто находится на круглой земле, выигрывать конкурентную эту борьбу, эту игру и получать большие результаты. Если мы имеем ясность, ясность сознания, ясность сознания, откуда она появляется? Откуда у нас проблема в сознании всегда происходит? От того, что мы много думаем, мы много размышляем, мы много рассуждаем, мы много разговариваем, мы, то есть, опять же, возвращаемся к навыку пошагового действия, пошагового, то есть, шагами, буквально шагами, ногами, чтобы правильно делать пошаговое действие, нам необходим навык физического движения ногами, не бега, а просто шагать, чтобы наконец-то научиться определять время моего движения в пространстве, сколько пространства я пересек, какое время я за это время потратил, то есть, определять время и пространство. Соответственно, думание, проблема думания заключается в том, что оно занимает мое сознание. То есть, когда я начинаю двигаться, двигаться мне думать уже некогда. Думать, я ногами шевелю своими. Я не сижу на заднице в машине, я не сижу на заднице в кресле, в кабинете, на диване и так далее. Я двигаюсь, мне необходимо думать уже. Не внутри себя, а как бы мысли наружу идут. Наружу. То есть, ситуация меняется в сознании моем постоянно. И моему уму. Ей заняться чем? Анализировать внешние состояния, внешние события анализировать, внешние факторы анализировать. Понимаете? А когда вы начнете думать, это начинает проблема сознания. Сознание неясное. Ему неясно сознанию, куда вы движетесь. Не видит сознание, куда вы движетесь. Соответственно, это проблема. Оно вредное думание. Нужно полезное только думание при принятии решения. То есть, я принял решение, подумал и двигаюсь. Все. Когда вы освободите свой ум, он будет работать. Перед вами будет работать. Анализировать то, что действие ваши будете действовать. Не внутри вас находиться. Будет ясное сознание. Что вам необходимо и мне необходимо. Чувство веры. Чувство здесь будет. Чувство веры. Мысль, чувство, вдохновение. Я начинаю двигаться. Все. Необходимых навыков, но они так же не приведут вас к успеху. Не приведут вас к этому входу. Не приведут. Если у вас будет, скажем так, эмоциональный и чувственный настрой, не позитивный. Должна быть позитивность. Должна быть оптимистичность. Должна быть чувство веры в свой успех. Потому что сюда вы придете только в одном случае. Двери-то откроются. Если вы несете добро, любовь, веру, волю к победе и так далее. То есть здесь нет никакого понятия негатива. Вы не нужны негативно никому. Вы нужны позитивный, творческий, успешный настрой, оптимистичность, радость, чувство радости в вас, веселье и так далее. То есть вы находитесь в состоянии драйва постоянно. Независимо от того, упали вы, упали, поднялись, опять вы идете вперед. Добро несете, помогаете миру. Несете какой-то позитив. Какие-то хорошие действия сюда несете. Тогда вам эта дверь откроется. Вот это и называется совокупность, стоимость входа, стоимость успеха, цена успеха. Вот это все мы сплюсуем, когда сплюсуем, мы получим некую стоимость входа на плоскую землю. Вот об этом я сегодня хотел сказать. О том, что у нас имеется достаточно много проблем, который мы занесли в свое сознание на шаробранной земле. Этим мусором, этим шлаком забили свою голову, свой ум тут у нас постоянно мусорит в голове у нас, в нашем сознании. И наши такие чувства важные, позитивные чувства, как любовь, вера и так далее, творение какое-то, творчество и так далее. Надо нам людей созидать, а мы на шаробранной земле ничего не можем сделать. Мы ограничены. Ограничены обществом или сообществом каким-то, которое беспокоится о том, что вы здесь что-то напокостите, что-то сделаете не так, и им будет некомфортно. И это вы можете хорошо, на этом иллюстрируются такие слова, когда мы говорят, что важно иметь окружение, которое поможет вам и так далее. Важно иметь окружение. От вашего окружения зависит ваше внутреннее состояние. И сейчас мы можем говорить уже о таком законе популярном, популярном, широко его освещают. 80-20. Вот здесь и будет цифра 80. Вот 80% вот здесь эти все усилия, которые вы будете делать, вот здесь будете усилия делать, вот эти все, это 80% вашего времени, ваших сил, вашей жизни вы потратите на это на все, вот на это все потратите, и потом 20% принесет вам непосредственно успех. Итак, друзья, сегодня тема была такая, обнаружить, как попасть на, найти вход на плоскую землю. Для этого необходимо вернуться к навыку пошаговых действий, начать этот навык вырабатывать с буквального физического хождения ногами, на большие расстояния, и определение, на какое расстояние вы прошли, и сколько времени вы потратили, вернуть от себя навык, слезть из колеса, и далее. При таком движении вы попадете в возможности, вы будете увидеть возможности в вашем внимании, то есть ваше внимание будет концентрироваться, и вы увидите возможности при таком движении, пошаговом, тогда этими возможностями вы сможете воспользоваться, воспользоваться этими возможностями вы сможете только если, когда ваше сознание будет ясное, чистое сознание, то есть когда вы уберете туда думание, когда ваш ум будет заниматься внешним состоянием, внешними действиями, внешним окружающим миром, Тогда ваш ум будет анализировать, помогать вам действовать и так далее. Во внешней среде, во в действии помогать делать. И будет ясно видена ваша цель, ясно видна цель появится, и вы будете к ней двигаться, к этой цели. Соответственно, далее будут у вас развиваться такие состояния веры, уверенности, оптимизма, любви к людям, к ближним и так далее. То есть вы будете нести в мир позитив, творчество какое-то и так далее. То есть по пользу обществу, тогда стоимость входа мы будем определять как соотношение 80-20. То есть вы все равно потратите 80% усилий за какое-то время нахождения на этом пути, и через 20% усилий дадут вам 80% эффекта. Поэтому, друзья, благодарю вас за внимание, всех вам благ, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, потому что другие люди не могут этот видеоролик увидеть, пока лайков не набирается, на нем хотя бы там 100 лайков, да? Никак там ранжирование YouTube не проводит, и просмотры не растут, и чтобы делиться этим видео, вы не делитесь им, конечно. Но хотя бы ставьте лайки, этот позитивный лайк дает возможность другим людям ознакомиться с этой концепцией, понять, что это физический мир существует такой, плоской-плоской земли. Необходимо уйти с шарабра на земли, попасть на плоскую землю. Всем пока, с вами был Виталий, надеюсь, этот видеоролик вы досмотрели до конца. Субтитры сделал DimaTorzok